Меч Колесова играюще входит в сырую почву. Но это только в умелых руках. Поэтому на поле за деревней Васильевской городецкого района работают в паре мальчик-девочка. Пока один копает, другая отправляет саженца в землю. Главное знать технологию. Отрывается лишний корень, чтобы не было заворота корня и чтобы выросло хорошее дерево. Мы погружаем сенец в образовавшую еще щель и прижимаем. Аня, подержи, пожалуйста. Прижимаем. Еще одним движением такого мяча. Все. Сенец на месте. Сотрудники департамента лесного хозяйства приезжают на посадки каждый год. Нам приготовили специальные саженцы, чтобы мы их сажали и выросли взрослые красивые деревья. Я считаю, что леса вообще это важно. Это легкие планеты. Благодаря им мы дышим, мы живем. Это и пища наша, и кровь. Места для посадки здесь немало. За мной почти два гектара земли. Когда-то здесь росли деревья, но они были попорчены насекомыми, короедами-типографами. После этого здесь произвели санитарную рубку леса. Это было в 2013-2014 годах. Почву подготовили и сейчас снова здесь можно сажать. Здесь посадят более 4000 деревьев. В основном это сосна, ель, лиственница. Эксперты ожидают, что приживаемость будет даже выше нормы. То есть больше 80-85% от общего количества. В этом году будет проведено, мы высадим не менее полмиллиона сеянцев по всей территории области. Каждое районное лесничество участвует в посадке, участвует местная администрация, участвуют школьники, студенты по области. Для нас это очень важная акция. Важно не только восстанавливать леса, но и уберечь уже существующие посадки. Лесники обращаются ко всем жителям Нижегородской области с убедительной просьбой. Не сжечь сухую траву на полях и участках в майские праздники. По статистике 9 из 10 пожаров в регионе рукотворные. Их основная причина – неосторожное обращение с огнем. Юлия Короткова, Владимир Гайдай, Объективно, ННТВ.